Сегодня ProRanger. Это самый лучший файловый менеджер для линукса. Он очень гибкий, очень кастомизируемый, очень хорошо расширяемый различными модулями. Он опенсорсный и, ну, в принципе, он лучший файловый менеджер для линукса на сегодняшний день. Я пользовался многими. Стандартным гномовским, стандартным KDE, MC, ну, в общем, много чем. Но рейнджер, он действительно самый лучший. Единственный, наверное, его недостаток, это то, что он написан на Python. Python — медленный язык программирования, если вы не в курсе. В прошлом видео на меня на это обиделись, сказали «дислайк тебе за то, что ты сказал плохо про Python». Но можете в это видео тоже дизлайк поставить, потому что Python все еще медленнее и C++. Я не знаю, если вас обижают какие-то факты, то я вам могу еще какие-нибудь обидные факты сказать. Например, Дания меньше по размеру, чем Канада. Можете на это тоже пообижаться. Или в Питере холоднее, чем в Сочи. Вот, можете пообижаться. Но при этом нужно понимать, что у Python, конечно же, есть и плюсы. В том, что разработка на нем сама происходит гораздо быстрее. И вот даже то, что программа на Python медленнее, чем программа на C++, не означает, что она, в принципе, будет, что с ней невозможно работать. То есть, допустим, у нас программа на C++ выполняется за одну тысячную секунду, а программа на Python в 10 раз она медленнее и выполняется за одну сотую секунду. Но в любом случае, нас это устраивает, потому что и то, и то быстро. Поэтому я не могу сказать, что рейнджер медленный. Хотя, если бы был аналог на C++, я бы, наверное, использовал его. И, по-моему, аналог такой пишется. Но он все еще не в стейбл-версии. Там они что-то, по-моему, на стадии рефакторинга вроде бы. Ну вот как раз минус C++ в том, что слишком долгая разработка. Непонятно, когда они там вообще закончат. Так, ну, про рейнджер. Вообще, почему мы... Как мы выбираем файловый менеджер? Что нам важно от файловых менеджеров? Ну, это файловые менеджеры нужны для того, чтобы работать с файлами. И нам нужно делать это как можно эффективнее, как можно быстрее. Как можно быстрее, например, перемещать куда-то файлы, копировать файлы. Удалять файлы или заархивировать кучу файлов. Что еще? Переименовывать, я не знаю. Какую-то работу с файлами проводить, не открывая какие-то дополнительные программы. Допустим, мы сделали на наш фотоаппарат фотографии. И мы хотим уменьшить некоторые для того, чтобы выложить на сайт наш. И нам желательно не делать это с каждой фотографией в редакторе. Нам желательно прям в файловом менеджере нажать кнопку, чтобы все это сделалось. Или, например, мы сделали фотографию, а она перевернулась на 90 градусов. Тоже желательно не заходить в редактор, а нажать на кнопку, чтобы это все сделалось. Или у нас есть файл, и мы хотим его передать другу. Мы тоже как-то хотим сделать это наиболее быстрым образом. Вот по этим критериям я и выбираю файловый менеджер. То есть работа с файлами должна быть максимально быстрая. Этим мне нравится как раз Ranger. У него система вообще работы и взаимодействия с ним построена так же, как она построена в ВИМе. Такими же кнопками. Фактически, если вы знаете ВИМ, то вы очень быстро поймете, как работать с рейнджером. Потому что в большинстве случаев вообще там такие же команды, такие же кнопки. В общем, просто лайк ВИМ, короче. Давайте покажу теперь все на экране. Так, ну смотрите, мы можем открыть Ranger в консоли в любом месте. Открывается файловый менеджер. Тут мы видим три колонки. Это вот родительская директория. Посередине то, где мы находимся. И справа это превью. То есть мы видим, что у нас сразу мы можем просматривать картинки. Это пустые файлы. Мы можем просматривать содержимое архива. Что еще? Вот PDF файлы тоже сразу видим. Далее. Как у нас работает? Как вы видите, я перемещаюсь сейчас стрелочками. В родительский каталог тоже стрелочками. Стрелочка влево-вправо. Также у нас работают Vim-like клавиши. То есть мы можем перемещаться через JK, как в ВИМе. Перемещение по... Допустим, к началу файла это... У нас мы нажимаем GG. К концу файла G. Тоже так же, как в ВИМе. Поиск у нас тоже работает, как в ВИМе. Мы, например, можем нажать слэш и вводим, допустим, 3-3-3. Нажимаем Enter и перешли к файлу. Нажимаем N и он у нас ищет все вхождения. То есть, ну вот пока все, что я показываю, все точно так же, как в ВИМе. Поэтому только некоторые вещи тут не совпадают. Например, там ZH нам покажет скрытый файл. Еще раз нажимаем ZH и они убираются. Чтобы открыть файл, мы можем нажать как Enter, так, например, кнопочку направо. Что еще? Копирование, вставка тоже, как в ВИМе. YY это скопировать, PP вставить. DD это кат, тоже как в ВИМе. Через Delete мы удаляем. Для того, чтобы переименовать файл, мы тоже можем его переименовать разными способами. Например, у нас есть вот Angular Samples. Если мы нажмем AA, то у нас, видите, курсор встал в конце имени файла. Мы его переименовываем. Если мы нажмем большую A, то у нас курсор встанет в конце расширения файла. Мы можем изменить. То есть нам не приходится курсор стрелочками двигать. Или если мы нажмем I, то у нас курсор вообще в начало файла станет. И получается, что нам не нужно тратить время на это. На мой взгляд, это очень удобно. Здесь также классно реализована работа с вкладками. Ctrl N создает новую вкладку. Ctrl V закрывает. С помощью таба мы можем переходить по вкладкам. Либо с помощью Alt и циферки. Как я сказал уже, у Ranger есть свои собственные функции, которые мы можем писать любые дополнения, которые нам нужны. Например, есть у нас стандартный чмод, а у Ranger есть функция чмод. Вот, например, мы можем взять и чтобы вызвать стандартные функции Ranger, мы делаем это через двоеточие. И мы можем нажать чмод плюс x. Там этот файл. И мы видим ошибку, что нужна цифра от 0 до 777. То есть, это наша функция чмод, которую мы сами написали. И она работает не как стандартный чмод. Но при этом мы можем и стандартный вызвать. Он делается через восклицательный знак. И тут уже мы тоже можем. Вот, плюс x. То, что сильно ускоряет работу именно с файлами, это алиасы. Например, я могу очень быстро перемещаться по каким-то самым частым категориям, по частым директориям. Могу переносить файлы, копировать, открывать вкладки. Например, это делается следующим образом. Вот у меня есть файл любой какой-нибудь. Пусть вот этот. Я хочу его переместить в папку Projects. Что бы я делал в обычном файловом менеджере? Ну, я, не знаю, Ctrl-C бы нажал бы, потом пошел бы в папку Projects, там кликая мышкой. Или открыл бы еще одно окно, дошел бы до папки Projects и перетянул бы мышкой туда. Здесь я могу нажать просто, например, я его хочу переместить. Move Projects. Все, здесь его, видите, нет. Я перехожу в папку Projects. Вот он. То есть, очень быстро это... Я нажимаю две кнопки, и у меня все сделалось. Я могу его, например, скопировать в папку Log. То есть, перехожу, вот он. Настолько быстро это делается, что мне очень нравится. В обычных файловых менеджерах нет такой скорости. И эти сочетания клавиш, они очень легко запоминаются. Я всегда знаю, что у меня кнопка G это Go. То есть, я нажимаю кнопку G, потом кнопку P. И я перехожу, как бы, Go Project. Если я нажимаю GW, Go Walk. Не знаю, G, D, Go Documents и так далее. Любые свои алиасы, там, GB, Go Books. Также у меня кнопка M это Move. Это значит, я перемещаю файл. M, все те же самые папки. MP это Move Project. M, W, там, Move, еще куда-то. M, там, D, Move Documents. Кнопка Y это копирование. Она как в Vime. То есть, что еще? Кнопка T это Tab. То есть, T, P это новая вкладка, где будет директория Projects. Ты запоминаешь эти алиасы, эти сочетания клавиш, и у тебя уже это на автомате. Ты очень-очень быстро перемещаешься, перемещаешь файлы. Работать это крайне удобно, короче. Или, например, нам нужно быстро сделать архив из наших каких-то файлов. Мы вот выбираем пробелом файлы. Нажимаем A, Z. Все, у нас сделался архив. Мы видим архив, что там наши файлы, которые мы выбрали. Мы можем сделать не только архив ZIP, а сделать TAR-GZ. То есть, это с сохранением прав. Также нажимаем A, T. Все, у нас архив TAR-GZ. То есть, это очень быстро, очень удобно. Как я уже раньше показывал, например, нажимаем C, и у нас переворачивается картинка. Ну, не обязательно C, вы можете сами назначать любую кнопку. Вот, нажимаем, и она у нас переворачивается на 90 градусов. Если мы нажмем F, например, то у нас картинка зеркалится по горизонтали. Вот, в принципе, если вы с изображениями как-то работаете, ресайзите их как угодно, или конвертируете из одного формата в другой, вот все, что угодно, вы можете это делать просто нажатием пары клавиш. Выделили файлы, которые вам нужны, нажали, все, у вас готово. Вам не нужно ничего дальше делать. Также вы, не знаю, быстренько выделили потом готовые файлы, нажали две кнопки, у вас создался архив. Нажали на кнопку, этот архив закачался вам на сервер, например. Ну, вот я могу нажать, вот, архив TAR-GZ. Если я нажимаю одну кнопку, что происходит дальше? Теперь давайте я открою Chromium. Все, у меня в Chromium ссылка на этот архив, видите? Я нажимаю, он у меня вот скачивается. Я нажал одну кнопку, у меня выделенный файл закачался на мой сервер, я могу поделиться с кем угодно. Настолько это удобно. Также сортировка. Тут работает тоже очень просто. Сортировка вся происходит у меня, например, через кнопку O. То есть у меня OB, это по имени файла сортируется. OM, это по дате модификации. Нет, по дате создания. OC, это по сортировке по дате изменения. Что там еще? O, E, это по расширению файла. O, T, это по типу. То есть картинки отдельно, архивы отдельно, документы отдельно. Это тоже очень как бы наглядно. Ты это запоминаешь и всегда знаешь, что тебе не нужно как-то сильно это помнить. Это тоже крайне удобно прям. Конфигурирование вообще рейнджера происходит в трех файлах в домашней папке config.ranger. У нас есть три файла. Первый это riffle. Не знаю, как он правильно читается. Riffle, наверное. Там мы определяем, какие типы файлов, какими программами открываются. Есть у нас command.spy. Это наши функции, которые мы пишем и можем вызывать. Как, например, тот же jmod, который я показывал. И самый главный конфиг это rc.conf. Это там, где все наши настройки, все наши алиасы. То есть настройка ведется там. Давайте еще покажу напоследок, как работают пример на модуле. На примере модуля fzf. Вообще fzf это очень мощная программа, которая очень маленькая. Она работает очень шустра в Linux. Она может искать по огромному количеству файлов и искать довольно быстро. Например, у меня есть куча книг. И я хочу здесь найти Ричарда Фейнмана. Все, я нажал ctrl-f. У меня запустился плагин fzf, который называется. И он ищет просто моментально. У меня вот 8669 книг, если вы видите. И поиск происходит вообще моментально. Допустим, я хочу найти Дон Кихота. Дон Кихот. И я вижу, что у меня Дон Кихота нет. У меня есть только какой-то Владимир Набоков лекции о Дон Кихоте. Но я помню, что он у меня был. Наверное, он называется как-то по-другому. Может быть, книга называется, не знаю, как-нибудь 12345.epub. Что же мне делать? Так, для этого я могу использовать другой плагин, который называется AG. И он ищет по тексту. Допустим, смотрите. Вот, теперь он все книги, которые у меня были, там 8600 книг, он во всех книгах провел поиск. И он меня, видите, подсветил. Михаил Булгаков. Вот как раз вторая. Вот она. Это как раз книга Дон Кихота. Вот она насылась просто на английском языке. И просто поиском по тексту я бы не нашел ее. Вот что он еще нашел тут. Лекция о Дон Кихоте. То есть, все, что нужно, он нашел. Тут вот вторая книга про Дон Кихота. Ну, короче говоря, работает это так. Поиск здесь сделан просто очень удобно. Продолжение следует... Продолжение следует...